Друзья мои дорогие, доброе утро! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кенчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой третий канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. И мы с вами едем сегодня в Рим. Будем побывать в Риме и Ватикане. У меня сегодня туристы. И так, я же журналист. Ну и, как всегда, в описаниях под сюжетом я оставлю ссылку на мой основной канал, где по 300 тысяч подписчиков, на мой второй, где по 100, и на мой новый телеграм-канал. Уже 12 тысяч. От старого отписывайтесь. Подписывайтесь на новый. И так, у меня сегодня туристы. И мы будем осматривать сегодня Рим, античный Рим, Рим эпохи Барокко. И будем осматривать базилику Святого Петра. Поехали! Семь. Вот, на 7.15 есть автобус в сторону железнодорожного вокзала. Я сегодня вышла заранее, не спеша, чтобы немножко поснимать для вас. Едем в Рим. Доброе утро! На рак залива. Интересное кино. Я смотрела, когда через интернет, через официальные сайты, именно вот данный поезд, ну, время отправки четко было указано, а прибытие, там почему-то стоял вокзал термини, и определенное время, когда поезд должен прибыть. На деле оказалось, что не вокзал термини, а другой вокзал Тепортина. Но есть плюс, что поезд прибывает значительно раньше на этот вокзал, что здорово, что лучше. То есть мы с туристами сможем таким образом начать экскурсию пораньше. Ничего не понимаю абсолютно я, почему они указывают расписание, время прибытия, вокзал. И время, по принципу, как мишка ляжет. Это Тепортина. Все, поезд пришел вовремя. Прямая ветка в сторону Колизея. Приехали. Все, нескончаемый ремонт. Мне уже туристы прислали сообщение, что они на месте. Так, ну, в принципе, народ есть испанский язык. Очередей никаких нет, но и билетов нет. Так, нам с вами надо карки. Мы там встречаемся. Ну, вот, видите, реальная ситуация с количеством людей. Ну, естественно, до начала вот этого людей было значительно больше. То есть это пусто. Вот года три назад это пусто. А три года тому назад уже прилетело. Поэтому не было никого. Так. Вот здесь мы встречаемся посередине. Нет, это не мои. Вы мои! И в те времена понтифики, они в том числе и давали деньги на реставрацию. А что такое? Антри. Улица императорских хорбов. Нет, это типичная погода. Типичная для... Да, народ и партия едины. Сенат и римский народ. Ощущение отсюда возникает, что здесь остановилось все время. Римские форумы. И противоположная сторона капиталистских хорб. Мэрия. Сложно сфотографироваться, уж это реставрационная работа. И отсюда, вон, посмотрите, вот колизей виден. Эх, не отчасти. Мэрия. Кастор и Палукс. Вот это квартира Софи Лорен. Когда-то была. Эспекуэр. Сенатус популус куироманос. Сенат и римский народ. Или народ и партия едины. Капиталистские музеи. И вот перед нами мэрия. Наконец-то решили подреставрировать. Смотрите, что здесь у нас было. Точно так же, точно так же, как и тот колизей, возле которого мы с вами сегодня утром. И площадь Венеции отсюда видна. И алтарь Отечества отсюда виден. И дальше очень неплохо просматривается отсюда колизей. Алтарь Отечества, это вот это здание красивое. Вот, перед нами. Да, да. Фонтантрелия. Мои туристы пошли бросать монету. Монетки. Дева, Марко Агриппа, полководец. Она указала источник. Вот удалил жажду. И вот потом было решено построить водопровод здесь. И уже в последующие годы Никола Сальдер построил фонтан. Пантеон. Стекла нет, нет стекла, нет. Око Пантеона. Давайте входим. Слева могила Рафаэля. Да. Центр закрыли, к сожалению. Площадь Навона. Фильм, помните, Эльдара Рязановой «Невероятные приключения итальянца в России». Вот первые кадры прямо здесь снимались. На скорой помощи якобы. Вот они сюда приехали, припарковали скорую. И вот за этим журнальным киоском якобы находилась школа. Никакой там школы нет. Это Аркас и Эльдара Рязанова. «Невероятные приключения итальянца в России». Первые кадры. И вот именно здесь снимались. Какой интересный окрас у голубя. Смотрите. Как будто крылышки над крылышками. Ватикан. Базилика Святого Петра. Улица Согласия. Базилика Святого Петра. Купол отсюда уже не виден. Давайте вперед. Пытая дверь. Да. От нулевого и плюс 25. Любые грехи. Грех есть грех. Грех он везде грех. Входим в храм. Петра. Микеланджело. Тихонько двигаемся в сторону купола. Микеланджело и балдахина Жан-Лоренцо Бернини. Петр. Да. Ножку. Ножку уже не удается потереть. Так. Пройдем вперед. В сторону балдахина идем. Петра. Микеланджело. Тихонько двигаемся в сторону купола. Микеланджело и балдахина Жан-Лоренцо Бернини. Петр. Да. Ножку. Ножку уже не удается потереть. Так. Пройдем вперед. В сторону балдахина идем. Мозаичная копия работы Рафаэля. Поэтому в пинокотеке находится оригинал. Не видно совершенно. Даже пока совсем близко не подойдешь. Не видно, что это мозаика. Ну вот надо подходить близко. На что-то хорошо сделано. Ну вот я в кафе Сан-Петру. Вот такой салат оливье и сприц. Родное кафе. Вот это вот из Болгарии она. Вот сколько я работаю гидом, сколько она здесь ходит, убирается. Ну у нее сейчас намордничек. Такая она агрессивная, хочу сказать. О, видите-ка. О, какой это модель от Юда Ашкина. Видите, какая модная. Обалдеть. О, обувь какая. Луи Виттон. Ну, что-то дали ей. Тоже такая местная достопримечательность. О, пошла. Ну, ну все, друзья. Напосал термин и домой.